Как сообщила Ольга Канищева, сегодня состоянию парковой зоны ничего не угрожает генпланам. Утвержден план застройки домов и пока границы этой территории не нарушают требования дирекции. Строительство новой дороги оказалось нецелесообразным. Напомню, осенью прошлого года жители Ленинского района не раз выходили на диалог с властью, выступая против строительства автомагистрали через зону парка. Ольга Канищева подтвердила, что эта ситуация находится на контроле дирекции. Опасение у ее сотрудников вызывает тот факт, что застройщик может принять решение о расширении микрорайона через несколько лет. Если застройки приблизятся границам парковой зоны, то проект, скорее всего, просто не пройдет экологическую экспертизу, а застройщик будет оштрафован. Очень большие таксы по исчислению вот этих вот ущербов. Поэтому я не знаю, насколько это будет тогда выгодно заплатить именно штраф за построенную дорогу. Провести экологическую экспертизу, справляться еще с общественными какими-то недовольствами. Вопрос о точном утверждении границ особо охраняемых природных территорий в регионе сегодня прорабатывается наиболее активно. По словам начальника ведомства, последние 30-40 лет в большинстве нормативных актов отсутствует формулировка о точных масштабах того или иного заповедника или природной зоны. Что влекло за собой проблемы в распределении полномочий. Уже определены границы тюрмеровского заказника. В Судогодском районе Клязьминского берегового увеличены границы Окского берегового заказника. А заказник Колк был реорганизован. Его территория увеличилась на 67%. Помимо активного участия дирекции в мероприятиях Года экологии, специалисты участвуют и в переиздании Красной книги. В 2018 году должна быть она издана новая, каждые 10 лет по федеральному законодательству она должна переиздаваться. И у нас сейчас уже готов проект постановления губернатора с новым перечнем краснокнижников, это и растения, и животные.